германия меняется и уже никогда не будет прежней так получилось чтобы переехали германию 25 лет назад и на наших глазах германия изменилась полностью виноваты во русские немцы те самые немцы которые 95-96 годах начали массово приезжать в германию это были так себе немцы это были как правило жители всевозможных поселков имени 25 лет без урожая и приехав в германию они поняли что здесь жить хорошо они начали массу устраиваться на работу и первое что они сделали они начали массу строить свои дома вот как они жили своих поселках так они стали жить германии в основном это были маленькие городишки деревни по немецких поселки так они переезжали целыми улицами и в их жизни мало чего изменилось была улица скажем поселки маяк стала улица поселки но и кирха если не работаете вам банк не даст кредит на покупку на постройку дома а кредит вам не дадут пока вы не работаете и вот наши трудяги работяги это правда так это абсолютно трудолюбивый народ начали массово устраиваться на работу брали за любую работу как правило это были маленькие фабрики фабрички стройки строительные фирмы германии начался строительный бум который начал тянуть с собой всю экономику германии ведь его построили дом вам нужны материалы вы заселились дом вам нужна мебель одежда компьютер в конце концов ваши дети выучили школе почти пошли учительные инженеры и правительство германии поняла переселенцы это очень очень здорово это хорошие работящие люди побольше бы таких но в чем дело и был принято решение что германию могут приехать все поздние переселенцы даже те как кто немцами является весьма условно ну скажем мама немка а папа русский добро пожаловать и да в то время наши русские переселенцы которые немцы были единственными иностранцами в тех городах поселках куда они приехали а наш великий могучий советский союз начал быстро быстро разваливаться на куски на независимой республике и вот тогда уже хлынула основная огромная толпа немских немецких переселенцев германию тут начались сложности нет не то чтобы им были не рады официально рады очень и не то чтобы в германии не было в это время уже других переселенцев нет были уже большие турецкие диаспоры были итальянские диаспоры наши чернокожие братья были в то время еще экзотикой даже в больших городах и вот все изменилось когда мы приехали германии вдруг выяснилось что нам придется конкурировать с другими переселенцами например из польши и да поляки нас не любили нет нам не били морды и мы с ними тоже не дрались но потребовалось время прежде чем поляки например поняли чтобы не собираемся нападать на их польшу многие даже стали друзьями а в германии между между тем накапливались свои проблемы население германии быстро быстро старело так получилось что в семьях сначала был по четыре ребенка потом по три потом по два потом не всегда и по одному а старикам надо платить пенсию и где ее взять мы теперь точно не узнаем наша госпожа мэркли сама додумалась до этой гениальной идеи или кто-нибудь помогал но она объявила своим гениальным решение распахнуть ворота германии нас лишь для эмигрантов уж не знаю кто я объяснил что германию придут типы тех людей которые приехали из бывшего советского союза из бывших советских колхозов но тут случилось засада наши друзья из африки азии ближнего востока афганистана и так далее нет они были не против домов но сами их строить не собирались они хотели получить готовые а вторая проблема заключается в том что эти люди приехали из стран где они еле-еле зарабатывать себе на еду и приехав сюда в германию они поняли как жизнь красиво прекрасно и удивительно и случилось то что и должно было случиться они начали быстро быстро размножаться евреи они возмущаются что в палестине статус беженца передается по наследству здесь тоже самое чернокожие семьи начали быстро быстро раздражаться причем на работу из них никто устраиваться не хотел генетическая память им говорила что столько все равно не заработаешь и так хорошо немецкая бюрократическая машина она хорошо отлажена как швейцарские часы одно плохо у нее совсем нет тормозов уже вроде бы любому алкашу видно этот путь ведет никуда это масса людей которые приехали германию они не будут работать никогда может третьего четвертого поколения конечно можно подождать лет 30 40 но столько времени в германии уже не остается и к тем проблемам которые у них были например содержание своих пенсионеров и стариков добавилась другая проблема содержание все вот это вот армии новых безработных новых эмигрантов проблема загубилась тем что германию наехала толпа всевозможных правозащитников и вот эти правозащитники они начинают новым эмигрантам объяснять вы имеете права вас хотят выселить сейчас мы на них подадим в суд и вот государство вынуждено оплачивать толпу правозащитников толпу адвокатов которые бросили все свои дела и занимаются тем что защищает этих самых иммигрантов чтобы их не отправили назад для справки чернокожий брат кто не подверевает что у него есть права и тот кто знает что права у него все есть это два разных брата опять мы точно не знаем то ли госпожа меркли сама поняла что она натворила то ли ей объяснили но решение она приняла скажем так фантастическое госпожа наша меркли ушла на заслуженный отдых ну оставила после себя за место себя отличного преемника нашего любимого дорогого шольца и тут то проблемы развернулись по-настоящему до немецких фермеров фермеров вдруг дошло что они работают день и ночь зарабатывать меньше чем получают те самые всевозможные эмигранты и германия закрестнула волна забастовок и да не будем забывать что наши чернокожие братьев меньше не стало наоборот и с каждым днем становился больше больше и больше но это так если до этого времени германия она двигалась сторону этого обрыва то сейчас она уже начала в него проваливаться основательно вдобавок ко всем проблем россия решил по его повоевать с украиной и разумеется германию прибыло еще больше пяти миллионов украинских беженцев надо сказать что украинские беженцы это не какие-то вам беженцы с афганистана они не будут жить в какой-то строительном вагончике им для этого уже нужны какие-то условия и да германия эти условия украинским беженцам предоставила германия все еще надеялась чтобы повториться то же самое чудо которое случилось с переселением русских немцев германию ну и тот ее ожидал аль большой горячий облом как говорится не надо путать туризм с эмиграции когда мы приезжали германия мы приезжали с родителями с детьми мы приезжали насовсем мы хотели здесь остаться и жить здесь всегда вот только не надо мне наезжать не нравится доженкой и мне нравится гоголь но люди которые приехали германию на совсем и жить это не те люди которые приехали германию погостить на время в гости то есть это туристы и туристы будет себя вести так как люди которые приехали на время то есть им хочется уж так человек устроен им хочется урвать все и сейчас чтобы с германии через год через два через три им по барабану в крайнем случае если германии станет совсем плохо они всегда смогут приехать в другую страну и пожить там же годика 23 хорошо смотреть на германию с высоты птичьего полета ну когда мы приземляемся выясняется что мы сели самую яму или если хотите лужу германия рухнул система больничного и социального обеспечения и след за нашими фермерами начали бастовать врачи но по-особому если когда-то вы могли позвонить и взять термин у врача сейчас об этом надо забыть навсегда терминов больше нет вы не можете сказать можно к вам пойду завтра вам скажут приходите но через полтора месяца у вас на спорг все равно через полтора месяца мы вас принять не можем у нас очередь на пятилетку вперед уж такие не империалисты вы можете болеть но работа вы должны все равно и вот наш концерт volkswagen объявляет он увольняет 30 тысяч человек для тех кто не в курсе 30 тысяч человек это четверть всех работающих на концерн volkswagen 30 тысяч работников volkswagen это очень квалифицированные высокоплачиваемые грамотные специалисты но они больше не нужны volkswagen прекрасная машина она в сто раз лучше китайской но в 10 раз дороже и поэтому немцы стали покупать китайские машины денег нет скажем так денег стало меньше и у китайцев и у индийцев и англичан и итальянцев короче продавать эти прекрасные машины германии просто некуда и тут в бой вступает наши правозащитники другим слове профсоюзы профсоюзы они решили по-своему ах вы хотите нас уволить ну тогда мы объявляем очередную бессрочную и все еще забастовку и вот наш volkswagen стоит перед выбором разориться прямо сейчас или разориться через месяц у о генри есть такой замечательный рассказ треск который лопнул и там он объяснил что любой требствует может лопнуть только изнутри так и немецкое общество можно развалить только изнутри для этого германии есть все правозащитники адвокаты профсоюзы есть огромная 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 армия всевозможных на весь на все вкусы цвет и запахи эмигрантов так же миграты устроенные они приезжают в эту страну которых приняла и будет основном оставаться так долго пока там хорошо пока кормит и поет когда в этой стране деньги кончатся они переедут другую страну а кучу делать нет им тоже куда-то эмигрировать можешь в африку или в азию но не хотят жить здесь и что делать любой трест может развалиться только изнутри если вы сами согласны если он кажется что я прав поставьте лайк и подпишитесь на меня давайте обсудим это в моем форуме но я с вами пока прощаюсь я вам сказал то что мне накипело наболело то что считал необходимым сказать а если вы сам согласны еще раз лайк подписка комментарии раскидайте мои видео по соц сетям так уж получилось что youtube в последнее время банит мы видим видео он уничтожает он и стирает он их вычеркивает из памяти youtube давайте держаться вместе пока